Начнем выпуск с громкого скандала. Мэр подрался с журналистами федерального канала. Потасовка произошла в здании администрации города, куда корреспондент из Москвы отправился за комментариями по поводу премии градоначальника. Нам стали известны новые подробности и Наталья Домбаева выслушала мнение сторон. Съемочная группа федерального канала России 24 прибыла в Улан-Удэ сегодня утром. Приехали они к нам для съемок репортажа о пенсиях VIP чиновников. Согласно нашим источникам, журналист Артем Кол до прихода в мэрию был в народном хурале и брал интервью у одного из депутатов республиканского парламента. Затем он направился в администрацию Улан-Удэ, чтобы напрямую спросить у Александра Галкова о начисленной премии в размере 320 тысяч рублей. Однако вместо ответа он получил отпор. Мы сюда приехали работать вместе с УНФ. Они провели замечательное расследование, в результате которого, вы, наверное, все знаете, было выяснено, что мэру города, господину Александру Михайловичу, презентуется премия в размере двух его окладов, более 300 тысяч рублей. Мы приехали спросить этот вопрос по заданию редакции. И сегодня в два часа дня мы зашли в мэрию, совершенно прошли через центральный вход, свободно, нас даже никто не спросил документов, зашли в приемную, где, ну, по закону о средствах массовой информации, в первую очередь, конечно же, представились, сказали, что мы ведем запись, показали служебное удостоверение, что мы журналисты, и попытались зайти в комнату к мэру города. Нас уже начали дергать за рукава, хватать за камеру оператора, стали хватать, и всячески препятствовать нашей деятельности. Мы зашли, собственно, мэр нас встретил, вышел из пособного помещения, мы представились, опять-таки сказали, что мы ведем запись, и показали служебное удостоверение, нам предложили сесть, но не то было время, чтобы садиться. Собственно, мы сразу стали задавать вопросы, почему такая премия, почему такие цифры, какая реальная зарплата. Господину мэру надоело общение вот в подобном формате. Собственно, человек стал выходить из кабинета, но продолжали задавать вопросы, то есть я спиной уже подходил к выходу из кабинета мэра, и тут, собственно, меня он уже начал выталкивать из кабинета. Я ему предупредил, что мне больно, потому что, ну, довольно-таки сильные толчки были в живот, а потом заломали руки, и вот понеслась вот та потасовка, которую мы сейчас хотим и показать общественности. Кто там присутствовал? Присутствовал точно пресс-секретарь, были помощники, вот, потом еще подключился один охранник из мэрии, который у нас отобрал мобильные телефоны, отобрал все личные вещи. Ну, и на то, что мы говорили, что это противозаконно, что это ограбление, это уголовная статья, то есть человек, наоборот, еще угрожал, что сидите, молчите. Благодаря сотрудникам полиции все-таки мы все это вернули, они приехали вовремя, а то потому, что уже там господин мэр уже стал говорить такие фразы, там, вот, если бы ты мужик был, то мы бы с тобой по-другому поговорили. То есть, ну, вопрос, а как по-другому, я не знаю, как он по-другому, может, у него какие-то есть другие методы. Скорая помощь нас осмотрела, поскольку я ударился сильно головой об двери оператора, сильно об стену его ударили головой, у нас, возможно, сотрясение мозга головного, то есть черепно-мозговая травма. Ну, сейчас будем, написали объяснительную в отделе полиции, где рассказали все, как было, и сотрудники полиции будут уже принимать решение после проверки. И в Следственный комитет мы, вот сейчас поедем, чтобы написать заявление в полицию, ой, заявление в Следственный комитет написать против мэра, чтобы возбудили уголовное дело за то, что он препятствовал деятельности журналистов, то есть нарушал прямую 144-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации. В свою очередь прокомментировали ситуацию и в пресс-службе мэрии. У чиновников другая версия. Ну, сегодня в два часа дня, значит, без, как говорится, информирования, без каких-то телефонных звонков, договоренностей, в кабинет к мэру, значит, вломились двое мужчин, представились журналистами телеканала «Россия-24», все российские гости для радиокомпании, и начали, ну, будем так говорить, запрос пристрастили. И Александр Михайлович попытался выйти из кабинета, двое мужчин перегородили ему путь из кабинета, хватали за руки. В итоге, один из этих, этой съемочной группы ударил мэра города Голкова Александра Михайловича по голове микрофоном. Мы считаем, что это политически спланированный заказ, заказчики нам известны, мы будем отрабатывать по всем этим моментам, и этот политический заказ в первую очередь направлен на дискредитацию городской войны.